Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, и я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. В течение последних нескольких недель многие пользователи соцсети, читатели СМИ печатных, наблюдают за тем, что происходит в современной Великобритании. Те печальные события, которые произошли в королевской семье, конечно, сейчас обсуждаются громко во всех источниках информации и гадают о том, что же будет в дальнейшем с монархией, как будет передана и каким образом монархическая власть сегодня в этой стране. Но мы сегодня поговорим о книгах, которые посвящены не современной Англии, а ее прошлому, ее истории, культурам и традициям. И первой книгой об этих замечательных исторических событиях я считаю книгу Питера Акрейда в цикле «История Англии», вот так этот цикл называется, которая называется в частности «Революция». Чему посвящена эта книга? Эта книга посвящена концу XVII века, когда правили еще представители династии Стюартов. Смена династии произойдет только в начале XIX столетия в Англии. Но тем не менее, вот тот период времени, когда заканчивали править Стюарты, названо в истории славной революцией, и это было не случайно, давно было такое название этому событию. Дело в том, что в Англии в то время произошли важные события, как во внутренней, так и во внешней политике, которые сделали эту страну великой страной на протяжении не одного столетия. И многие современники, и потом в итоге историки и исследователи назвали Англию того времени «мастерской мира». За что? За развитие промышленности, за влияние на международную арену, за увеличение территориальных владений этой страны. То есть, соответственно, мы говорим о том периоде, который, безусловно, являлся очень важным для дальнейшего развития Великобритании. Книга написана прекрасным легким языком, сориентирована на широкий круг читателей и тех, кто, в первую очередь, интересуется историей Англии. В годы правления королевы Анны на улицах и в кофейнях Лондона появилось более 40 информационных бюллетеней и газет, многие из которых впоследствии попадали в мелкие и крупные провинциальные города. Чтобы прочитать самые важные из них, потребовался бы целый день. В этой связи мы можем говорить о появлении политически подкованной нации, а также о зарождении журналистики и эссеистики. Первая ежедневная газета Daily Courant вышла в среду 11 марта 1702 года. Она представляла собой лист, на одной стороне которого были напечатаны новости из Неаполя, Рима, Вены, Франкфурта и других городов. Основная масса статей касалась хода военных действий, а впоследствии издатель пренебрежительно прошелся по нахальству обычных газет. Все эти газеты поначалу были большей частью коммерческими проектами, хотя некоторые частично спонсировались политиками, мечтавшими сформировать весомое общественное мнение по какому-либо вопросу. Газеты и периодические издания зависели в основном от рекламы и тиража, став таким образом частью коммерческого мира, который уже тогда обретал форму. Следующей книгой, посвященной уже литературе, то есть культуре, в принципе, английской, это книга Люси Орсли, называется она «Чисто английское убийство» и посвящена такому феномену, скажем, английской культуры, как наблюдение простыми гражданами за расследованием убийств, за какими-то подробностями преступлений, то есть той чертой английского общества, как считает автор книги Люси Орсли, которой ни у какого другого народа нет. Ни французы, ни немцы, ни датчане не увлекались настолько смакованием подробностей убийств, насколько это делали представители английского общества. С чем же это связано? Конечно, с тем, что в Англии уже в XIX веке большое количество людей умели читать, что немаловажно для того, чтобы распространять информацию через печатные СМИ, то есть через газеты и уже первые изданные книги. Не секрет, что уже в XIX веке был издан роман Эдгара Алана Поа «Убийство на улице Морг», и впоследствии появились очень многие замечательные, известные нам сегодня произведения детективной литературы многих авторов, читаемых и пересдаваемых сегодня неоднократно, как Конан Дойл, как Агата Крист, но это уже более XX век. Тем не менее, для XIX века интерес к убийствам, интерес к детективному жанру в литературе был очень высок, и в итоге этот жанр завоевал весь мир, и появились авторы детективной литературы и в скандинавских странах, и во Франции, и в Германии, и, конечно же, в нашей стране. Это замечательная книга с интересными иллюстрациями первых изданий, детективных романов, рассказов, которые собрала Люси Орсли в этой книге. «Моя книга не о реальных убийцах и посвящена не истории преступлений. Хотя в ходе повествования мы неизбежно будем этого касаться. Я собираюсь исследовать то удовольствие, с каким британцы воспринимают, поглощают и усваивают идею убийства как такового. Явление, возникшее в начале XIX века и сохранившееся по сей день». В наши дни, хотя каждая третья проданная книга все еще детектив, публика смотрит на такого рода литературу, как на что-то вторичное, низкопробное, и презирает ее за упрощенность содержания, где добро всегда торжествует над злом. И все же незамысловатый жанр детектива несет и положительную нагрузку, приучая простой рабочий люд находить удовольствие в чтении. При всем отсутствии особых художественных достоинств, популярность детективов, книг об убийствах наглядно демонстрирует, то, что публика полагает необходимым читать, и то, что она читает в действительности. Это разные вещи. Ну и завершу небольшой обзор об Англии. Самый свежий, поступивший буквально на днях новинкой нашего магазина, это книга Владимира Владимировича Познера. Называется она «Английская тетрадь», и вышла она в цикле «Субъективный взгляд». Субъективный взгляд почему? Потому что это взгляд человека уже в почтенном, замечательном возрасте, который не так давно отметил свой очередной день рождения, и которого не надо представлять, потому что он известен как лидер общественного мнения, как очень давний, известный телеведущий, автор многих эссе, рассказов, книг. И вот одна из них, «Английская тетрадь», посвящена английскому обществу, английской культуре, англичанам, с которыми пересекался и не пересекался Владимир Познер, потому что там есть такие исторические личности, как Карл I, о котором я буквально недавно упомянул. Итак, что же сказал Владимир Познер в этой книге? Он говорит о том, что английские традиции, английская культура – это, конечно, что-то особенное, что-то уникальное, не свойственное другим народам и странам, потому что англичане – это носители какой-то некой культурной традиции с их английским юмором, который далеко не всем понятен. Живущим сегодня и, наверное, и в прошлое, годы и десятилетия, когда англичанину рассказываешь какую-то историю, это говорит сам Владимир Познер, она тебе кажется интересной. И он это подтверждает, действительно, как это интересно. На самом деле англичанин в глубине души думает о том, что это совершенно скучная и нудная история, которая совершенно не интересна и не должна занимать его время и, наверное, какой-то вообще мысли. То есть вот об этом книга, о том, как общество английское отличается от какого-либо другого традиционного общества в современном мире. Эта тетрадь построена не так, как предыдущие. Есть общее – мысли, связанные с людьми, оставившими долгий след в моей памяти. А есть другое – темы, к которым подверстаны высказывания и мысли, которые, как мне кажется, важны для понимания того, кто есть англичане. Не британцы, шотландцы, валийцы, ирландцы, а исключительно англичане. Именно их, англичан, я стремлюсь понять. Когда я признался в этом Джереми Пиксману, выдающемуся английскому журналисту, он сказал, «Когда поймете, прошу вас, поделитесь. Уж очень хочется узнать». И чуть иронично улыбнулся. Итак, вот эта книга об Англии, которые появились, наверное, тоже не случайными сегодня, когда, ну, вот так прикован наш взгляд к тому, что происходит сегодня в Великобритании и что будет с ней дальше. Читайте книги, приходите в Московский Думкниги. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!